Конкретику, кандидату искусствоведения, лауреату премии Кукеля, автору книги Ольги Скорочковой. Конкретику, кандидату искусствоведения, лауреатура книги Ольги Скорочковой. Конкретику, кандидату искусствоведения, лауреатура книги Ольги Скорочковой. Конкретику, кандидату искусствующих, обид, тревог, разрывов, счастья, несчастья, надеж, амбиции, побед, провалов. Это потрясающе интересно. Это такая книга жизни, которую читать и читать. А мне еще повезло ее писать. Когда Сергей Пашин сказал автор и его героини, я хочу поправить замечательного актера, человека. Чарика. Мне там много героев. Мне их всех не перечислить сейчас, но есть не перечислены в книге. Потому что у режиссера нет других красок, нет других инструментов, чем актеры. И они тоже все герои этой книги. Не только те, которые описаны в рамляже и которые дали мне маленькие такие интервью. Есть глава, глазами в комнате. И мне кажется, она лучше получилась у артистов, правда, чем у меня. Они лучше, интереснее, спектральнее, объемнее, смешнее, точнее описали и собрали портрет своего режиссера. И вот эту сложную машину, которая сложнее всего из механизмов театра. Ее можно, я думаю, учили в институте, мои замечательные учителя, описать, собрать, как-то систематизировать, найти слова, образы, интонации. Но невозможно описать абсолютно метафизику театра. То, что детским языком называется «Волшебные мгновения». Таня сказала, что я восстуженный человек, вы мне, как и всем, ну, да? Боги любят крылья обрываться. У меня уже не столько восторгов. Но если говорить о чудных мгновениях, одно из моих любимых можно и опишу. Хотя это есть в книге в главе про спектакль. 91-й год. Но многие же здесь помнят, да, этот год. Россия в Англии, непонятно в предчувствии, какие катастрофы, какой судьбы. Все как-то очень серо, даже если белый серк, снег на улицах. Очень нищая и паталонная. У него крошечный ребенок. Я не понимала, как его кормить и как его развивать. Какое-то отчинение, непонятная жизнь. Я пришла на премьеру спектакля «Как вам это понравится» Шекспира «Балтийский дом», где многие режиссеры на этой огромной сцене сворачивались в вершину, с ней сложно управиться. Таня совершенно не свернула. Она настроила игру так. Это было абсолютное чудо. Считается, что жизнь учится у природы. А вот какой там был снег, какое там было солнце и луна. И как там все сияло. Разумеется, с помощью замечательного художника, астанографа Александра Ордова. Вот я не знаю, что сильная природа или это искусство. И когда там добрый герцог и остальные герои были изгнаны из замка. Злого герцога, я не помню о нем. Им казалось, что они уходят в изгнание. Они ушли в изгнание, в несчастье. Я это очень понимала. Потому что с начала 90-х было каким-то трудным временем. Я не понимала себя. Мне казалось, я сейчас пойду с ними в это несчастье. Они изгнаны из замка. А весь Петербург представлялся прекрасным замком, но замершим. Как в своей тропической красоте. И вот они уходили в изгнание и попадали в Орданский лес. Это тело Казаково вместе с Александром Орловым. Кто видел этот спектакль? Это день нечистой красоты и волшебное мгновение. Они развернули на всю огромную балду. Домовскую сцену. Там был такой белый снег. Иллюзии, жители, герцоги и главные героини. Они скатывались, сбежали по этому снегу. Там были охотники, в лесу шкура, в масках. Снег падал. И они подходили к план сцене. Дальше можно было не играть. Хотя они играли блистательно. Вот это чудо снега, оно, правда, перекрывало природу. Хотя природу перепрыг нельзя. А еще, если я тогда вспоминала, какая у меня любимая мизансцена. Сережа Минецкова в этой книге замечательно рассуждает о природе мизансцены. Мизансцены, язык режиссера, это его мышление. Через движение человека к человеку, или антидвижение, выражается режиссерский язык. Вот я думаю, я многом за сцен люблю в ее театре. Но самое любимое, так как по жизни глобально, наверняка многие видели этот спектакль «Трудные люди». Когда Саймон, тройную, Саймон, брат, не может наладить связь с жениха и невестой несчастных, трудных людей, жених Евгения, исполнение Евгения Баранова, уворачивается от женихов. Когда сто расстраиваются, Саймон хватает первых двух акторов в этих родях, Семена Стругачева и явившегося нам сегодня во всех красивых Сергея Кулицова. Умор замечательного брата. Он хватал стол, стол переговоров. И с этим столом, под замечательную музыку Пекаря Роголева, он бегал за женихом. Сядь, поговори по-человечески, сватайся к невесте, неважно сколько лет. Новосердие выше правды. Сегодня яйцо был, а завтра будет 41. Возраст неважен, сядь. У меня потом жизнь. Были часто какие-то моменты. Учишься, я уже был театр. Мне хотелось, когда я не могла с кем-либо договориться, не обязательно по поводу государства, а любые ситуации, события. События ей человека с человеком в мире. Мне так хотелось. Знаете, я не позволяла это себе. Но мне всегда оживало это мезонстойно. Мне хотелось схватить стол, бегать с этим столом за этим человеком и говорить, поговори по-людски. Таня, это один из счастливых уроков вашего театра. В театре можно говорить долго. Я сколько могла написала, могла бы больше, но в какой-то момент уже надо было остановиться и выпускать книгу. Но лучше всего о театре, о философии театра, философии игры, о философии человеческой жизни. Мне кажется, сказал Шекспир в монологе жана философа и жана меланхолика в пьесе. Так он мне понравился. Я переделала этот монолог слегка и попросила Сажу Матвеева. Мы сейчас его не прочтем. Как рад видать книги и режиссер спецузбы Татьяна Казакова. Чья режиссер профессия? Она же и призвание, она же радость, боль, надежда и опора. Сперва младенец в семье военном, чье детство происходит в море желтого в Китае, среди цветущих сливовых деревьев и карнавально-праздничных драгонов, взывающих от ветра в небо. Потом Свердловский школьница, что с книжной сумкой, с лицом румяном от Уральского мороза, по снегу белому придет до школы. Затем актриса в Свердловской драме, уж не одну она сыграла роль и сочинила первые спектакли, придя на помощь братскую артистам. Затем студентка Эфроса и вечный ученик искусства режиссуры, где репетиция, любовь моя, конечно, и плод с усилий, то любви спектакль. Ревнивы к чести забияга в ссоре. Татьяна Славу бренную искала не в звоне золотых и прочих масок, но лишь на сцене, где ее артисты дают добор дыхания, праздник жизни для публики своей ежевечерной. Затем актерский педагог со строгим ссором, любовью шаром в сердце к тем мальчишкам, нет ни в клавере начинающим карьеру, блестящим игрокам. У бог им в помощь, как и всем артистам, и вдохновение, и судьбы, и славы, пусть не одну они сыграют роль. К шестому возрасту ее театр мигает в вечерной тьме десятками названий. На театральных питерских акишах, там самодуры в вечном карнавале соседствуют с влюбленными, и Фрейда Круссель проносится в потьмах ушедших лет. Там люди трудные замысливают свадьбы, там деревенская жена стремится к счастью, настроит нам клавер для начинающих карьеру, и тень сметает на пути своем влюбленных и ученых. И висит совсем еще не старый-старый дамы, вдруг держит в изумлении весь город. Последний акт, конец всей этой странной сложной пьесы по имени театра Татьяны Казаковой нам все еще не ведом, и не скоро в нем садами запустится, поскольку дан ей впереди ей путь, она его пройдет. Пошли, бог удачи, и сил, и вдохновения. Да здравствует театр! Болькажи! Пойдемте. Спасибо.